Мистер Трамп был женат три раза, и каждая его жена была эмигранткой. Поэтому появилась такая шутка, что эмигранты, особенно женщины, делают работу, которую американцы не хотят делать. Майкл, сегодня с вами мы поговорим о президентских выборах в США 2016 года. Вы недавно вернулись из США. Расскажите нам, пожалуйста, какие настроения там царят? Вы по-прежнему негативно настроены в отношении кандидатуры Дональда Трампа. Мое отношение к нему как кандидату нисколько не изменилось. Но складывается впечатление, что он набирает все больше популярности, к сожалению. Уже появилось много шуток о Трампе. Одна из них – мы построим эту стену, но вы, скорее всего, не будете по ту сторону. Но основное впечатление, которое у меня сложилось в США, а я был в Вашингтоне, Нью-Йорке, Майами, это стопроцентное абсолютное освещение в медиа всего, что делает Трамп. Он получает бесплатную рекламу. Это как вторжение в жизни американцев. Они его постоянно видят, и у них складывается впечатление, что он постоянно делает что-то хорошее. С другой стороны, у нас есть Берни и Хиллари. Хиллари по-прежнему лидирует, и я полагаю, она в конечном итоге одержит победу. Берни Сандерс, его кандидатура весьма впечатляет. Он становится более ярким на экранах. Сандерс пользуется благосклонностью многих молодых избирателей, также образованной части избирателей. Но его слабое место – это программа по экономическому развитию. Как всегда выражают у республиканцев и демократов, ваши налоги и ваши расходы. Берни предлагает высокие налоги и большие расходы, которые в США совсем не нужны в данный момент. Я также считаю, что республиканцы не нацелены на Берни, поскольку хотят, чтобы он выиграл. А если он выиграет, тогда они за него и возьмутся. Социализм – это коммунизм, и нам нужно от него избавляться. В конечном итоге демократам будет хорошо работать с Хиллари, в силу ее опыта и других достоинств. А Берни при этом, я считаю, может стать отличным вице-президентом. Но республиканцы сбрасывают его со счетов, так как считают его легкой мишенью. Но в целом, если противопоставить Берни и Трампа, и Хиллари и Трампа, то здесь Берни в более выигрышном положении по сравнению с Хиллари, хотя они оба выигрывают у Трампа по многим фронтам. С другой стороны, со стороны республиканцев, они просто в ужасе от Трампа. Мит Ромни выступил с речью, из которой становится ясным, что республиканцы скорее благоволят Крузу. Но Круза настолько не любили, когда он был сенатором, то есть он и сейчас сенатор, его ужасно не любят. Его взгляды на экономическую политику не любят. Даже сегодня в Нью-Йорк Таймс Пол Крутман разоблачил эти взгляды. Круз хочет вернуть снова золотой стандарт, от которого отказались уже очень давно. Далее стоит вопрос об эмиграции. Трамп настаивает на своей идее касательно возведения стены вокруг Мексики. А ведь вся нация состоит из эмигрантов, поэтому его идея просто неосуществима. И это уже превратилось в шутку. Мистер Трамп был женат три раза, и каждая его жена была эмигранткой. Поэтому появилась такая шутка, что эмигранты, и особенно женщины, делают работу, которую американцы не хотят делать. Хорошо сказано. Вы отметили, что Берни привлекает молодых и образованных людей. А кого привлекает Трамп среди избирателей? Тяжело однозначно ответить. Проводится множество опросов, но они в большинстве своем весьма неточны. Они гласят, что Трампа поддерживает белое, необразованное население Южных Штатов. На севере благосклонно к Трампу относятся любители оружия. Снова-таки хочу подчеркнуть слово «белое». Я вот розовый, например. Цвет на самом деле играет огромную роль, и меня это волнует, поскольку голосование происходит таким образом на основе цвета кожи, а не на основе того, кто ты есть и что тебе в жизни нужно. Складывается впечатление, что в США значительная часть избирателей очень зла на правительство и на администрацию Обамы. Но я также понимаю, что республиканцы блокировали все попытки Обамы сделать что-то хорошее. Они не давали ему свободы действий через СИНА, через Палату представителей. Кроме первых двух лет его президентства. Демократы, как правило, продвигают интересы среднего и рабочего класса. Люди ополчились на демократов, то есть на партию, которая изо всех сил старается им помочь, но которую постоянно тормозят республиканцы. Таким образом, республиканцы получили поддержку за то, что они выступают против Обамы, против текущего правительства. Поэтому меня беспокоит тот факт, что население США и особенно плохо образованные люди в итоге голосуют не в своих интересах. Я этого никогда не мог понять. Это значит, что они голосуют не по причинам социального характера, не в силу социальной ответственности, а по причинам своей собственной злости и разочарования? Да, именно так и есть. Я бы хотел, чтобы избиратели больше опирались на чувство социальной ответственности. Как я уже сказал, они голосуют против своих же интересов. Трамп – богатый человек. А что произошло в США за последние 20-30 лет? Ухудшился процесс распределения доходов. Уровень заработных плат остался практически на том же уровне. Цены выросли. Люди ощущают, что их буквально загнали в угол. А кто в выгодном положении – богатые. А Трамп, как и республиканцы, и демократы, хочет сократить налоги для богатых. В свое время это сделал президент Рейган. Когда он это сделал, в бюджете образовался огромный дефицит. Ему пришлось обратно поднять налоги. Майкл, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. Если вам понравилось наше интервью, поставьте лайк и прокомментируйте его на нашем сайте Dukascopy.tv. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...